Книга «Открытым оком», 23 том. Тема «Монашество». Вопрос 3535. Сегодняшнее монашество на своей вершине, на Афоне, пересмотрело ли хотя бы главное в своей деятельности, чтобы выйти к миру с благовестием? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Тогда монашество должно будет называться как-то совсем уж по-иному. «Человеколюбивое поле нашества» или «Евангельское благовестническое братство неженатых героев веры». Вот последние перлы из тех краев, гнущие все в этой книжице на канонизацию этого пещерного человека. Старец Арсений Пещерник. Монах Иосиф Дионисий Аптис. Перевод с новогреческого. Москва, 2002 год, 176 страниц, 15 тысяч экземпляров. По благословению епископа Тираспольского Юстиниана и Хризостома, архиепископа Кипрского. Страница пятая. «Посчастливилось общаться с людьми, которые живут по заповедям Евангелия» – отцы пустыни, послушания и абсолютная вера в старца. «Нас угостили» – стопочка раки крепкого спиртного напитка и, конечно же, чашечка кофе. На новогреческом языке Старец говорил несколько несовершенно. Страница восемнадцатая. Существовало благочестивое понтийское предание, гласящее, что человеку, который в этом мире не покрестил ни одного ребенка, Христос в жизни иной положит за пазуху камень. С первых же шагов чувство пламенной молитвы и божественного эроса не замедлило явиться в них. На первое место в своей молитве поместил стих Псалом 118, 33. «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца». Псалом 142, 8 стих. «Укажи мне путь, по которому мне идти». Страница двадцать седьмая. Монашество есть образ покаяния. Исследует пещеры и ущелья Святой Горы, желая здесь обрести богоносных подвижников и утолить свою духовную жажду. Страница тридцатая. «И когда хорошо поупражнялся несколько лет, просил, чтобы Господь меня простил, что я ем раз в два дня, и говорил, что когда приду на Святую Гору, буду есть раз в восемь дней, как пишут жития святых». Под влиянием этого исключительного божественного желания искал старцев. «Старец сказал, если я научу вас всему искусству, и вы вкусите меда без молвия, то кто же будет тогда работать?» Троеточие. «Если что нужно было, он поднимал платок, как флаг. Наконец, мы нашли простого, доброго и беззлобного старичка». Страница тридцать шесть. «Первую, построенную нами церковь, мы посвятили великому предтече, первому подвижнику и начальнику монашеского чина». Страница сорок третья. «Он очень боялся, как бы в беседах не потерять того состояния, в котором находился. У безмолвника постоянная пища, состоящая из фасоли, образует газы и нежелательные действия в организме». Троеточие. «Сушили хлеб, даваемый из монастыря. Принесли лишнего, заелись в мешке черви. И чтобы не выбрасывать, старец дал подвижнику совет, что нужно есть по тьмах ночью, чтобы не видеть этих червей. Что и было сделано. Садятся есть, почитали молитвы за стол, и старец тут же предлагает. «Предположим, что мы поели. Читай благодарственную молитву. Так и не поели». Скобки закрыты. Страница сорок девятая. «Ходили босиком по снегу. Конечно, мы прикидывались немного юродивыми, потому что многие считали нас плеченными». Страница пятьдесят третья. «Сестры уговорили, чтобы старец ложился в постель, ибо находили постель его так заправленной, как оставили». «Он послушался, и у него был прилив сил и необыкновенная ясность ума». Скобки закрыты. «Уразумел слова Писания. Первая книга царств, пятнадцатая глава, двадцать второй стих. «Послушание лучше жертвы». Страница пятьдесят восьмая. «Молодого демон обольстил, обещая взять на небо». На небо в кавычках. Едва заслышав это, старец дал ему пощечину. И тем образумил. Страница шестьдесят четвертая. «От старца имеем обычай пред бдением выпивать чашку бодрящего кофе, помогающего в бдении». «Принесли к нему рыбу». Он не дал ей сохраниться, а потом сказал. «Лучше испортиться рыбе, чем нашему распорядку. Я специально сделал так, чтобы она протухла, дабы этот пример запомнился вам на всю жизнь». Страница семьдесят четвертая. Юноша спросил. «Геронда, как быть? Когда я иду по нужде, меня болит демон нечистоты». «Борись и ты с ним, твори молитву быстро и непрестанно». «Но, Геронда, разве можно молиться в туалете?» «Кто тебе сказал, что нельзя?» Страница восемьдесят вторая. Скобки открыты. Молодой человек уходит из монастыря, находит девушку для заключения брака. Но с самого начала ей все о себе объяснил и спросил, согласна ли она выйти за него на короткое время. Получив согласие, женился. Скобки закрыты. Прошел год, и родился ребенок. Юноша задумался. «Каждый год по ребенку?» «Эх, тогда не видать мне монашество. Свяжу себя по рукам и ногам». Объявил жене о своем обещании. Она упала в слезы. «Меня не жалеешь? Пожалей ребенка хотя бы». «Если все дело в ребенке, то это легко исправить». Бросился к иконе и стал молиться. В ту же ночь Божья Матерь взяла невинную душу на небо. Снова разговор с женой. Она. «И как же я буду одна?» Тогда супруг говорит ей. «Так, ребенка устроил. Теперь твоя очередь». «Подожди немного. Скажу об этом Божьей Матери». Она. «Нет, любимый мой, дай мне пожить. А сам иди куда хочешь». Страница 90. Монах должен выучить два слова. «Благослови» и «Будь благословенна». Троеточие. Страница 92. Молодой священник жалуется. Ругань и ни одного ласкового слова. Где добродетель? Где любовь? Где молитвы? Старец ответил. «Чадо мое, будь осторожен. Это твой старец. Тебе показал его Бог. Ты не можешь ни уйти, ни осуждать его. Но разве старец ведет себя так? Ты следуешь за Христом, который тоже страдал. Через комфорт, ложные почести, через вежливость не приходит спасение и преуспеяние». Страница 97. «Принимают в монастырь нового человека». Спрашивает. «Сможешь ли три тысячи поклонов делать каждую ночь?» Начали соревноваться с опытным монахом. Но у того было место, немного наклонное. Легче было кланяться, и он раньше закончил. «Мы поднажали. Глядь, старец Арсений закончил первым. Мне же осталось еще пятьдесят поклонов. Я закончил, и меня старец похвалил». Страница 104. «Позже, когда духовник вновь поразмыслил об исповеди, он понял обман и взял назад свое согласие». В скобках «поставить другого священники». Страница 123. Чин нашего ежедневного бдения старец определил так. Сначала молитва совершалась наедине на протяжении пяти-шести часов. За это время каждый монах совершал свое монашеское правило, состоящее из 150-300 земных поклонов и четырех четок по 300 узелков, совершаемых с крестным знаменем. Бдение заканчивалось общим богослужением, на два-два с половиной часа, завершавшимся ежедневной божественной литургией. Страница 128. В книгах мы читаем, что многие великие святые, преподобные Антони, Пафнути, Зосима и другие, задавались порой вопросом, есть ли люди выше них и насколько они выше. Как знать, быть может, и сей, современный нам великий подвижник, старец Паисий, принял подобный помысл. Страница 122. Божья Матерь очень любит Акафисты. Как озаботиться о завтрашнем досье, с которым выступить посмертно обеспечит. На что-то покусился некогда, посмел. Теперь же на суде мне оправдаться нечем. В копилку дел по мелкому крошили, по прихоти и мыслям своенравным. И было место выбора на или-или. Себя осудим, были мы неправы. Прицел на день последний на земле, на послесмертное расследование жизни. И надо мне уже сегодня обомлеть. Как смог же так я опуститься низко? Будильники мои, не дайте мне проспать, быть на щеку, на правом быть боку. Без двадцати минут еще не пять, я к умывальнику на улицу бегу. Увидеть звезды, предварить рассвет и млечный путь молитвой обозначить. Псалмы Давидовы восторженно пропеть, привык к тому и не смогу иначе. Еще смятений и тревоги дня за станом не пробрались непрошенные гости, и крестным знаменем себя спешу обнять. Все остальное сделать можно после. Поклонов сотня, скачут все по четкам, и шлю петиции до ангелов к святым. Расписано к кому и сколько четко, за душой бодрствующей встречу не проспим. Еще не вечер, скажет суеслов, царапает заряженное пузо. Он из себя червям сготовил чудный плов. Вход с царствия небесное столь узок. Прикликаются на стенах сторожа, хранящие покой владык и подчиненных. Так стоит кислород страстишком пережать и не скользить безвольно по стезям наклонным. 17 октября 2007 год. Игнатий Лапкин.